Важнейшие свойства металлов и сплавов, сопротивление деформированию, прочность и сопротивление разрушению, надежность, можно эффективно изучать цели исследований, изучение неоднородности развития микродеформаций и условия образования начальных стадий разрушения в связи с макроскопическими свойствами материалов. При проведении исследований образцы, на которых приготовляется металлографический шлиф, помещают в рабочую камеру и подвергают механическому и тепловому нагружению по режимам, имитирующим служебные или технологические воздействия. С помощью микрокиносъемки или телевизионной системы непосредственно в процессе испытания осуществляется регистрация структурных изменений синхронно записью диаграммы деформирования образца. Это позволяет в частности установить физический смысл кривых напряжения-деформация, типичных, например, для металлов с ГЦК-решеткой и характеризуемых тремя основными стадиями. Стадии легкого единичного скольжения, стадии, при которой усложняется характер скольжения и возрастает возможность аннигиляции дислокаций, стадии, при которой развивается сдвиг в поперечных следах скольжения. Прямые эксперименты показали, что процессы пластической деформации, как правило, сопровождаются зарождением трещин. Либо в самих полосах скольжения по безбарьерному механизму, либо, что встречается значительно чаще, образование зародышевых трещин происходит при наличии прочных барьеров, способных задержать большие скопления дислокаций. Такими барьерами являются, например, границы зерен. Концентрация напряжений в вершинах заторможенных полос скольжения может привести к зарождению первых микротрещин, самопроизвольное развитие которых может быть исключено за счет пластических релаксаций у вершины появившейся микронесплошности. Рассматривая влияние границы зерна как барьера для распространения деформации, можно ожидать и эстафетной передачи деформации от зерна к зерну под влиянием фактора концентрации напряжений. Это означает, что с увеличением протяженности границ, то есть с уменьшением размера зерна, наблюдается повышение нижнего предела текучести. Упрочняющее действие границ зерен, как правило, справедливо для температур ниже эквикогезивной, то есть такой, когда прочность границ и тела зерна оказывается равной. Отметим, однако, что эквикогезивная температура не является постоянной характеристикой и зависит от скорости деформирования, наличия примесей и других факторов. Продолжение следует... При еще большем повышении температуры развивается миграция границ зерен. Большую роль играет концентрация напряжений на стыке смежных зерен в тройных точках. Уменьшение скорости деформации наблюдается с увеличением размера зерна до определенного предела. Одновременное развитие рекристаллизационных процессов под напряжением существенно усложняет механизм деформирования и разрушения в области высоких температур. При определенных температурно-скоростных условиях, несмотря на локализацию деформации по границам зерен, металлы могут достаточно долго деформироваться без разрушения. Это учитывают при выборе оптимальных режимов горячей обработки металлов давлением. Таким образом, на основе знания роли структурного фактора в проблеме прочности путем рационального выбора величины зерна, очистки гранит зерен от вредных примесей, обеспечением оптимальной плотности дисклокации и других несовершенств можно активно влиять на механизм деформации и разрушения. Проявление того или иного механизма деформирования определяет типичный вид диаграммы растяжения. Кривая 1 имеет низкотемпературный тип, максимальное упрочнение в конце процесса деформирования. Кривая 3 характерна для высокотемпературной деформации, а кривая 2 для области переходных температур. Разрушение от концентраторов напряжений определяется развитием в металле зоны пластической деформации.